Музыка Вы никогда не задумывались, почему кровь чаще всего берут из безымянного пальца? Дело в том, что по сравнению с указателем и средним пальцем, в работе он используется меньше. Кожа на нем дольше, и поэтому прокол получается менее болезненный. Мизинец же не используется только потому, что он, как и большой палец, напрямую соединен с оболочками кисти. Если через него занести инфекцию, она быстро распространится по всей руке. И это далеко не все, что мы готовы рассказать вам в этой программе. Это «Зашв сердце» на Первом городском канале. Смотрите сегодня. Избавляемся от... Узнаем, на что имеет право женщина во время беременности. И берем пример с этой спортивной красотки. Ежедневно человек испытывает более ста приступов головной боли. Но, к счастью для нас, сознание фиксирует далеко не все. И многие из них мы просто не ощущаем. Ну а для тех, что действительно не дают нам покоя, мы и подготовили следующую рубрику. 90% всех людей на планете знают, что такое головная боль. Это одна из наиболее частых проблем, адресованная лечащему врачу. К примеру, мигрень диагностирована у 10% всего населения. И причин этой болезни может быть масса. Во-первых, это может быть стресс, физическое перенапряжение, употребление некоторых продуктов, например, рыбы, орехов и шоколада. А также нарушение режима сна. Мигрень – это неврологическое заболевание, и, как правило, оно хроническое. Считается, что головные боли при мигренях не связаны с повышением или резким снижением артериального давления. Они связаны также с приступом глаукомы или повышением внутричерепного давления. Чаще всего приступы головной боли подступают от 2 до 8 раз в месяц. И, естественно, при мигренях методику или схему лечения назначает врач-невролог. Диамак в данном случае используется при первых признаках подступающей мигрени. Излучатели аппарата размещают на голове. Главный критерий длительности процедуры – наличие болевого синдрома. Но не более 20 минут. После проведения процедуры необходимо лежать в течение 1-2 часов. В это время можете послушать аудиокнигу. За счет воздействия магнитного поля диамага улучшается кровоснабжение головного мозга. Стимулируется обмен веществ, улучшается просвет в сосудах. Также способствует выработке гормона мелатонина, который является защитником от стресса. Ну и немаловажным фактором является улучшение качества сна. Мигрень, шейный остеохондроз, болезнь Паркинсона, нарушение сна, ишемическая атака, состояние хронической ишемии мозга – это неполный список заболеваний, в борьбе с которыми диамаг может стать вашим хорошим помощником. Физиотерапия на дому – это просто и удобно. Опытные специалисты подробно проконсультируют вас по приобретению диамага. Акция! Только в сентябре диамаг со скидкой 20% в магазине «Медтехника» на Комсомольской. Подробная консультация специалистов магазина. Головная боль – далеко не единственная проблема, с которой ежедневно сталкивается человек. Незнание своих прав – вот что действительно доставляет множество неприятностей. И доказательство этому – сообщение от наших телезрителей. В нашей группе ВКонтакте появилось сообщение от подписчицы. Близкая подруга сейчас в положении, ждут второго малыша. Рассказывает, что когда наблюдалась с первым малышом в женской консультации от первого роддома, ей в течение беременности прописывали витамины, таблетки бесплатно, соки. Сейчас наблюдается в другой консультации. И всего этого нет вообще. Вопрос, почему, кто за это отвечает, на что в действительности беременные имеют право. Действительно вопрос как никогда актуален. По данным Минздрава Кировской области, лекарственные препараты, в том числе витамины, беременным женщинам выдаются по программе родовый сертификат. Этот документ будущая мама может получить на 30-й неделе беременности. Для его получения необходимо предъявить паспорт, полис, страховое свидетельство. На каждую беременную женщину выделяются средства в размере 20-33% от стоимости талона номер 1 родового сертификата. А это примерно 600-990 рублей. Перечень медикаментов, предоставляемых беременным женщинам по программе родовый сертификат и порядок их выдачи пациентам определяется самостоятельно каждой медицинской организацией. Все интересующие вопросы будущая мама может уточнить у своего врача-акушерогинеколога или заведующей женской консультацией. Смотрите во второй части нашей программы «Избавляемся от вредных» и приучаемся к полезным привычкам. Это «Зашвь сердце» на Первом городском канале. И в этой программе мы уже успели избавиться от головной боли и узнать, на что женщина имеет право во время беременности. На очереди решение еще одной важной проблемы, которая в нашей стране с каждым годом набирает обороты. Пожалуй, нет на свете человека, у которого бы не было привычек. Они бывают двух типов. Те, которые не вредят здоровью, например, зарядка по утрам, и те, которые наносят огромный вред – курение, алкоголизм и другие. Можно найти для себя, ну, так сказать, наименее сильный стресс, да, то есть, как говорится, одну привычку надо заменить другой привычкой. Спорт, может быть массажи, может быть спа-процедуры, могут быть увлечения. Самые сложные первые две недели. Человек будет более раздражительный, он будет более утомляемый, могут появиться конфликтность, поэтому близкие люди должны об этом помнить и набраться терпения. Это постепенно начнет проходить. Еще один совет. Не стоит перекладывать ответственность на электронные сигареты и никотиновые пластыри. Ваши главные помощники в борьбе с привычкой – это собственная мотивация и поддержка родных. Современное общество все больше прививает на моду, на ЗОЖ. И, казалось бы, вот он толчок для решения проблемы. Но на смену прежним зависимостям приходят другие. Компьютерная зависимость, кстати, очень часто сейчас проявляется среди молодых пап. Мама с ребенком, а папа остается один на один. Привычка, она компенсирует недостаток любви, уважения и признания. Человек забрасывает работу, учебу. Эту ситуацию может лучше всего исправить хозяйка семейства. Мама должна быть сначала папина, а потом ребенка. То есть у обоих неправильное поведение. Одно провоцирует другое. Недостаток любви и внимания девушки компенсируют не гаджетами, а бесконечными и бездумными покупками. Решение этой проблемы – найти себе занятие по душе. Заняться спортом, изучить английский, научиться шить в конце концов. Это и полезно, и менее затратно. Придя в форму, нужно постоянно ее поддерживать. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и идем к цели вместе с тренерами Первого городского канала. Давайте с нами! Всем привет! Это «Зарядка» на Первом городском канале. Меня зовут Александра, и мы начинаем. Поехали! Начинаем с разминки. Располагаем руки под плечами. Вытягиваем полностью ноги, либо уходим на колени. Располагаем стопы на ширине плеч. Уводим руки перед собой. Напрягаем полностью колени. Уводим таз назад, делаем вдом. И на выдохе выпрямляем колени, вытрыгивая как можно выше. Вдох. Следующее упражнение направлено на проработку мышц бережного кора. Начинаем с обыкновенных скручиваний. Уходя вниз, располагаем позвоночник по области коврика. Аккуратно. Вдох. Подъем. Выдох. Спасибо за тренировку. И встретимся на Первом городском. На этом все. Задать свои вопросы и посмотреть все наши программы вы можете в нашей официальной группе ВКонтакте. Подписывайтесь, и вы обязательно узнаете много нового о здоровом образе жизни. Увидимся на Первом городском канале. Пока. Благодарим за помощь в проведении съемок медицинский центр «Афлацентр». Образ ведущий – визажист-парикмахер Александра Хитрина. Запись по телефону 47 45 95. Украшения предоставлены магазином ювелирных украшений «Магия кристалла». Украшения предоставлены магазином ювелирных украшений «Магия кристалла». Украшения предоставлены магазином ювелирных украшений «Магия кристалла». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова